МАГАДАН Театр «Кукол» и кинотеатр «Горняк» запустили совместный проект. Теперь зрители могут посмотреть телеверсию представления. Подробности далее. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории Магаданской области, за сутки выявили 46 лабораторно подтвержденных случаев. За весь период зафиксировали 4215 зараженных. С выздоровлением зафиксировано 2999 человек. Обследовали за все время 85 819 человек. Роспотребнадзор информирует о том, что в Магаданской области работает горячая линия для граждан. Если вы вернулись из места, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, необходимо сообщить ваши даты пребывания, возвращение и контактную информацию по телефону горячей линии 8 413 2 62 40 43 или 8 413 2 62 43 48. Горячая линия работает круглосуточно. Работа управляющих компаний, благоустройство дворов, региональный оператор. С этими темами магаданцы обратились к главе муниципалитета Юрию Гуришану. Городоначальник провел ежемесячную прямую линию для жителей областного центра. Один из вопросов, который волнует горожан – вывоз мусора. ЗАЦВ-25 – это не вывоз мусора. Это проблема, известная по всему городу. Причем женщина абсолютно точно сказала, что с контейнеров вывозят, а то, что возле контейнерной площадки не вывозят. Это проблема всего города. Город на самом деле находится у нас в таком мусорном коллапсе. Мы об этом говорим сегодня и в Минстрой, и в Минприроды. И написали письмо в природоохранную прокуратуру с тем, что вмешались, потому что региональный оператор – это структура, подведомственная Министерство строительства и ЖКХ Магаданской области. Юрий Гуришан отметил, что нужно решить эту проблему до снега. Чтобы снег не покрыл кучей мусора, ведь тогда убрать территорию возле контейнерных площадок будет сложнее. За три часа работы прямой линии поступило около 30 звонков. Обратиться с проблемой можно также к заместителям мэра по понедельникам, следам и пятницам. Телефонный номер для обращения 62-71-54. В Магадане прошло собрание кандидатов в шестой состав общественной палаты. Всего заявилось 39 человек. Это представители малочисленных народов Севера, ветеранов войны, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, предприниматели, врачи, люди, которым не безразлична жизнь Магадана. На собрание из числа желающих выбрали 11 человек. Еще пять человек выберут депутаты городской думы. И пятерых изберет мэр областного центра Юрий Гришан. Ни одна из тех проблем, вокруг которой созданы ваши общественные организации, не может быть решена только путем государственного участия. Все это можно решить только тогда, когда вместе работает общество и государство. Поэтому такое внимание к работе общественных организаций уделил и Владимир Владимирович Путин. Общественная палата существует 12 лет. За это время были решены вопросы местного значения в экономической области, повышения качества медицинских услуг, контроля качества местного самоуправления, социально-экономического развития города и другие. Шестой состав общественной палаты приступит к работе в ноябре 2020 года. Ветхие дома сносят на каменном карьере в районе бухты Нагаева. Специалисты убирают бесхозные здания для строительства прогулочной площадки с видом на море. Такое поручение дал глава муниципалитета Юрий Гришан. Сейчас на этом месте работает тяжелая техника. Привлекли бульдозеры Галуда, погрузчики и камазы комбината зеленого хозяйства. Они расчищают склоны для строительства прогулочной зоны. За 2020 год было вывезено или снесено 120 строений разной категории. Среди них сарай, гаражи, контейнеры. Также была произведена работа по вывозу остовов автомобилей, которые находились брошенные в разукомплектованном состоянии на все территории города Магадана. За 2020 год было вывезено более 20 штук. На склоне в районе бухты Нагаева снесли два дома. По словам Сергея Кранина, о количестве построек, которые нужно убрать, говорить сложно. Не все жилые дома еще расселены. Территорию освобождают по мере выезда жителей и исходя из наличия техники. Спектакли на большом экране. Сотрудники театра «Кукол» и кинотеатра «Горняк» запустили совместный проект. Теперь зрители могут посмотреть телеверсию представления. Из-за непростой эпидемиологической ситуации увидеть премьеру в привычном для себя месте у магаданцев не получается. Работники организации нашли выход. Теперь спектакли можно посмотреть на большом экране. Записывают представления сотрудники театра «Кукол». А специалисты «Горняка» помогают в организационной и технической частях. По их словам, процесс этот трудоемкий. Сам процесс создания записи театрального представления достаточно трудоемкий и сложный. Потому что нужно учитывать многие аспекты. Это соотношение сторон, количество кадров в секунду, цветовое пространство. Очень сложно записывать звук, потому что в кинотеатр оборудован не просто стереосистемой, а у нас оборудование «Доби Диджитал». И все эти нюансы нужно учитывать. После того, как видеоспектакль готов, его транслируют в кинотеатре. Посмотреть телеверсию можно в выходные. Однако количество мест на сеанс ограничено. В связи с пандемией Большой зал «Горняка» может принять не больше 200 человек. Кроме того, в целях профилактики коронавирусной инфекции в кинотеатре установлены антисептики и рециркуляторы воздуха. Также зрителям выдают маски. Жители Магадана задают вопрос, как они оценивают работу полиции региона. Опрос проходит на официальном сайте ОМВД России по Магаданской области. По словам сотрудников ведомства, так они определят, насколько колымчане довольны работой органов внутренних дел региона. С целью получения информации, отражающей мнение населения о деятельности полиции, в период с 20 октября по 20 ноября на территории Магаданской области проводится мониторинг общественного мнения. Респондентам предлагается оценить работу органов внутренних дел региона и ответить на шесть вопросов в анкете, размещенные в виде баннера «Общественное мнение» на главной странице сайта 49.mbd.rf. Социальный опрос проводят анонимно. Жители Колымы могут оценить качество работы сотрудников полиции и уровень защищенности от преступности. Также магаданцы поймут, доверяют ли они сотрудникам полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. Какие услуги предоставляет Пенсионный фонд России и как перейти на электронные трудовые книжки? Задать вопросы на эти темы можно будет управляющему отделением ПФР по Магаданской области в прямом эфире в Инстаграм в четверг, 5 ноября. С 13.30 до 14.00 любой желающий сможет задать свой вопрос управляющему по темам перехода на электронные трудовые книжки и получения услуг Пенсионного фонда тем или иным способом. Поэтому мы приглашаем всех принять участие в эфире, задавать свои вопросы. Если магаданцы уже сформулировали свои вопросы, их можно направить заранее через директ Инстаграма pfr.magadanskayaoblast.com. С 26 октября по 3 ноября. В физкультурно-оздоровительном центре с бассейном по улице Октябрьской завершают отделочные работы. Сантехника готова на 60%, электрика на 90%. На объекте трудятся больше 60 человек. Также облагораживают площадку возле бассейна. Почти закончили озеленение, положили асфальт, сделали тротуары и установили наружное освещение. Это будет стенка облагораживаться, подпорная стенка. Также будет здесь расти зелень. Вот уже, как видите, у меня посадили деревья. Значит, деревья будут со стороны подпорной стенки, со стороны главного хода будут деревья садить. И также будет сделано озеленение. Все будет зеленый цвет в травку. По словам специалистов, в сроки они укладываются. Сдать объект планируют до конца ноября 2020 года. Новый комплекс будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В здании установлены две чаши плавательного бассейна. Одна для взрослых, вторая для детей и маломобильных групп населения. Общая стоимость контракта более 260 миллионов рублей. Средства выделены из областного и городского бюджетов. Магазин. Тысяча запчастей. Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. Тысяча запчастей. В наличии на Берзина 12. Приходите. Поможем с выбором. На связи с вами по телефону. 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт рекламная лавка Магадан. Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт рекламная лавка Магадан. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12 во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова